А все-таки славное было время в СССР. День советского человека начинался с этих позывных. Радиоприемники стояли в каждой квартире. А, не включил. Да, убирали постель под утреннюю зарядку, а под пионерскую зорьку завтракали молочным супом. С пенкой, звуки горна, голоса Грибова или Ливанова-старшего, концерты по заявкам и радиоспектакли. Слушала и советская Тюмень. Какой она была в то время, расскажет Ольга Курсова. Эта история для многих еще живая, оттого интерес к ней не поддельный. Громпластинки были в доме каждого советского гражданина, а сейчас уже раритет, за которым охотятся любители старины. Ценность денег теперь тоже иная. А когда-то на 5 рублей можно было купить 25 стаканчиков пломбира. Организаторы этой выставки – музейщики Тюменского госуниверситета, сами родом из СССР. И жалеют, что сохранили так мало вещей из прошлого. Из того, что осталось, это вот октябрятский значок. Как раз, да, октябрята по стране октября. Надо сказать, что этим значком тогда награждали не всех октябрят, наиболее активных. Пионерский галстук, повязанный по всем правилам, для активистов постарше – значок пропагандиста района, а в руках газета «Ленинец» – университетское издание 80-х годов. На страницах прославляли рабочий класс и публиковали великие планы на грядущую пятилетку. О советской эпохе в деталях можно говорить много и даже почувствовать главный аромат того времени. Когда мама собирала тебя в школу, повязала тебе с теплотой шарфик, и от нее пахло неповторимым, дорогим запахом духов. Для меня до сих пор запах духов детства – это духи Красная Москва. Парфюмерное прошлое здесь представлено во всей красе. Капли ностальгии хозяйки флакончиков берегут, как семейную реликвию. Но самое ценное на этой выставке – пожалуй, елочные игрушки. 30-е годы – это папье-маше, это вата, ватные игрушки, и бумажные игрушки, начиная с 40-х годов. Затем уже появились стеклянные. Почему ставить елку на Новый год одно время было преступлением? И как наверхушку водрузилась Красная Звезда? Обо всем этом расскажут на выставке родом из СССР 28 декабря на открытии. А пока в Музее археологии и этнографии на Симакова-10 ждут щедрых тюменцев. Тех, кто хочет войти в историю со своим советским раритетом. Тем более, есть круглый повод. Со дня рождения СССР прошло 90 лет.